Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Землетрясение в Ерзунка. Зоукраб Минацаканян отправился с официальным визитом в Эфиопию. Мэрия Гюмри обратилась в ЮНЕСКО с просьбой включить центр города в список объектов охраны ЮНЕСКО. Ситуация в Сирии. Апрель официально назван в Лоц-Анджелесе месяцем армянской истории. Армянская культура будет преподаваться в Аргентинском колледже. Неизвестный Азнавур, посвященный армянской легенде, выставка открывается во Франции. Землетрясение силой в 4 балла по шкале Рихтера произошло в Атукбеле в провинции Ерзунка Западной Армении. Жертв в разрушении нет, но среди жителей была паника. Эпицентр землетрясения расположен на глубине 7 километров. Глава МИД Армении Зуграб Мнацаканян с официальным визитом прибыл в Эфиопию. Как сообщает Пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, в рамках визита запланированы встречи министра с президентом Эфиопии Сахле Ворк Завде, госминистром иностранных дел Маркусом Теклерике, а также с другими официальными лицами. Глава МИД Армении ожидает также встречи в Африканском союзе и в экономической комиссии ООН для Африки. Запланирована встреча Мнацаканяна с представителями эфиопской общины. Мэрия Гюмри обратилась к руководству ЮНЕСКО с просьбой включить центр города под охраной этой международной организации. Об этом на днях на встрече с журналистами заявил мэр Гюмри Самвел Баласанян, сообщив, что на данный момент ответа пока не получено. Речь идет в основном о сооружениях, находившихся на территории музея-заповедника Кумай-Рив Гюмри, большая часть которых в аварийном состоянии нуждается в реставрации. Об этом вопросе 13 ноября 2018 года президент республики Армении Армен Саркисян в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже говорил с генеральным директором организации Одри Азулой, привлекая внимание международной структуры к древнему и богатому культурному наследию города и представляя ценные историко-архитектурные сооружения. Мы еще ждем. Процесс очень длительный и, говорят, для окончательного утверждения может продлиться до 5 лет. Если это предположение получит положительный отклик, то это будет лучшим решением для сохранения исторического сердца города, отметил мэр. Возросло число погибших детей в лагере Аль-Холл, который находится на контролируемых курдами территориях. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщал о том, что не менее 13 детей скончались в пункте временного размещения в течение дня. Напомним, гуманитарная ситуация в лагере продолжает ухудшаться ежедневно. Несмотря на нехватку медикаментов и продовольствия, демократические силы продолжают ограничивать доступ к лагерю для международных гуманитарных конвоев. По данным СОО-ХР, ситуация осложняется тем, что гумпомощь, которая все же доходит до Аль-Хола, разграбляет курдские радикалы с целью продажи. Апрель месяц официально объявлен месяцем армянской истории в Лос-Анджелесе. Такое решение было единогласно принято Наблюдательным окружным советом Лос-Анджелеса. С инициативой объявить апрель месяцем армянской истории принадлежит представителям окружного совета города Дженис Хан и Кэтрин Бергер. Совет таким образом признает огромный вклад армянской общины в развитие экономики и культуры нашей страны. Апрель имеет большое значение для наших армянских друзей и соседей. Данные резолюции признаются достижения и проблемы их богатой истории, заявила Бергер. В течение месяца армянской истории жителям Лос-Анджелеса покажут богатую культуру и наследие армян во всем мире и расскажут об их вкладе в американское общество, а также напомнят о мрачных страницах армянской истории и геноциде, отметила Дженис Хан. 18 апреля Совет объявит День памяти жертв геноцида против армян. По инициативе аргентинского музыканта Гагика Гаспаряна в Аргентинском колледже музыкального образования в Кордове, где нет армянских студентов, будет преподаваться как официальный предмет армянской культуры. Я приложил все усилия, чтобы воплотить мою идею в жизнь. Это достижение армянского народа. Я посвящаю эту важную победу 150-летию Кумитаса Вартапета. Ведь мечта великого армянина состояла в том, чтобы познакомить иностранцев с армянской культурой, чтобы иностранцы с помощью армянской культуры узнали армянский народ и Армению. Сегодня мы на пути осуществления мечты Вартапета, отметил Гагик Гаспарян во время беседы с корреспондентом «Армяне сегодня». Спустя несколько месяцев после смерти всемирной известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура в замке Бузине Марсель Франция пройдет посвященная ему выставка. Выставка личных предметов в шансонье была организована при помощи семьи Азнавура. Как отмечает издание, эта выставка демонстрирует новые грани личности певца, такие как его умение кататься на роликах или изготавливать оливковое масло. Как рассказал сын шансонье Миша Азнавур, в годы войны ролики помогали ему незаметно передвигаться по городу во время комендантского часа и помогать многочисленным беженцам. Как указывается, Шарль Азнавур некогда сам поддал эту идею выставки, посетив несколько лет назад выставку в замке, посвященную Жанну Полю Бельмондо. Он в шутку сказал, а почему выставка посвящена не мне? По словам куратора, выставки подготовка к выставке началась еще при жизни шансонье, и он сам дал согласие на ее концепцию. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Гаги Косаркисяна. Гаги Косаркисяна. Полная версия и видео представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.